представители знака зодиака козерог козероги мои дорогие здравствуйте второй прогноз гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля давайте узнаем каковы подсказки карт для вашего знака мои дорогие конечно будем реалистами любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас но я так надеюсь вы какую-то свою ситуацию то что вас сейчас беспокоит волнует или что в центре вашего внимания можете переложить на метафорические образы карт и подсказки какие-то будут и этой неделе начинается с 19 числа и 19 числа в понедельник у нас происходит выравнивание планеты херон как символ израненного целителя с лунным узлом знаке зодиака овен и это не есть событие только в разрезе одной недели это те вопросы или как символика священной раны это может быть какой-то пункт вашей жизненной истории с которым вам нужно будет определиться может быть это даже то что вы не можете рассказать никому но периодически это вам о себе напоминает и как будто тянет вас назад но вот есть что-то какой-то пункт вашей жизни которым вам нужно либо разобраться либо принять однозначное решение либо вывод какой-то это все необходимо для того чтобы словно налегке продолжить свое жизненное путешествие дальше мои дорогие кому интересно по планетарным событиям я оставлю в инфобоксе в описании под видео я оставлю ссылку на два видео это как февраль для вашего знака зодиака так и март март это как раз продолжится своего рода вот те вопросы которые может быть выйдут на повестку этой недели но что-то вам либо перестраивать придется либо самого себя организовывать совершенно в другом качестве с новыми ориентирами и это продлится до 14 апреля 2027 года мы идем дальше что нам на эту неделю подскажут карты основные темы или вопросы что важно знать неожиданности что скрыто и так для вас мои дорогие козероги что важно знать в разрезе одной недели чего не избежать или неожиданности чему сейчас не время или что может помешать а что вам будет помогать что будет радовать давайте достанем карту что скрыто и по основным сферам жизни дела работа бизнес энергия денег финансы и личная жизнь что же будет для вас важно вот так квантовый скачок нулевой аркан аркан шута или дурак называется эта карта в этой колоде но это правда как жизнь с чистого листа или это ваше важное решение у меня не будет больше никаких душевных ран у меня больше не будет каких-то треволнений или какой-то двойственной ситуации когда я себя словно обесточиваю или когда я застреваю в какой-то мысли которая мне не дает покоя но она меня действительно тянет назад эта карта свободы мои дорогие правда но с учетом того что водолей уже принял свой знак планету плутон хотя ваш знак и еще будет возвращение такой недолгий реверанс 2024 году но это все равно это новое качество жизни что-то не будет как прежде очень многое может быть эти перемены ведь по сути это перемены карта не только свобода а это открытость миру новые возможности как будто вас мои дорогие козероги уже ждут по этому аркану скорее захочется что-то завершить чтобы какое-то прошлое вас больше не мучило или не ставил какой-то вопрос тупик и по этой карте мы отказываемся может быть даже от прежнего мировоззрения от прежних собственных взглядов прежних разочаровывающих ситуаций сами по себе возможности видеть мир свежим взглядом видеть реальность совершенно по-другому выйти за пределы нашего познания или допустить мои дорогие альтернативные варианты развития событий обстоятельств или нашего мировоззрения тоже давайте посмотрим что же у нас неожиданностях но это вообще старший аркан луна достаточно серьезный аркан в этой колоде и нам говорят так если ты чувствуешь силу и ты хочешь познать тайны бытия или ты хочешь узнать неведомое ты можешь нырнуть вот в эту пучину вот и тогда возможно тебе повезет и ты сумеешь познать тайны вселенной или доплыть вот как будто до этой луны но если ничего подобного ваши планы не входит как будто беги отсюда разворачивайся на 180 градусов и возвращайся назад назад имеется ввиду к самому себе есть смысл рисковать или нет вот такой может быть вопрос у вас на повестке этой недели по этому аркану безусловно помогает интуиция вы можете прийти к выводу что то что я предполагал или предполагала но даже ну так в реальности не допускал и что это на самом деле может произойти вот здесь какие-то события вас сталкивают с тем что вам приходится принять какую-то данность и что-либо изменить не можем океан загадок проходит по этой карте хотя нам и говорят и есть и какие-то иллюзии безусловно в неожиданностях может показаться что вроде как нужно идти вперед может быть будет даже такой внутренний посыл что мне нужно срочно что-то сделать но мои дорогие тысячи неопределенности рядом нулевой аркан само по себе начало и вы не должны как будто ошибиться не совершить какую-то важную ошибку мои дорогие и нам говорят и еще не поздно что-то передумать может быть и в то же время если вы желаете этой свободы то где-то быть готовым как и неожиданностям так и к новым возможностям безусловно серьезный аркан и он говорит еще нам о том что мы пока не видим какую-то реальность таковой какая она сложилась какие-то возможности они находятся словно в тени поэтому с одной стороны нам не следует торопиться сама по себе карта допускает что какие-то вопросы у вас могут стать на паузу и я вот позволю себе достать карту из колоды 78 дверей есть такая как раз я ее далеко не убираю потому что кому-то еще и знаков зодиака я показывал демонстрировала какие энергии или какими энергиями нужно пользоваться 78 дверей мудрая очень колода карт это метафорические карты принципиальное значение имеют двери и вот обратите внимание у нас показана дверь которая находится под наклоном и девушка которая прогуливается беременная по берегу и она как будто и ожидает и карта нам говорит выглянет солнце и все станет на свои места но на данный период времени нам нужно обязательно попасть за эту дверь почему она под наклоном но это про образ пизанской башни которая накренившись стоит уже века и вроде бы она падает мы говорим но она падает столетия и тем не менее еще столько же простоит если мы говорим башня это как цитадель это как укрытие это как надежное место воспринимайте это как угодно мы как будто должны себя обезопасить и в колоде карт самое главное как открыть эту дверь если она перед нами закрыта ключей нет и в данном случае страж дверей хамелеон вам придется договориться с хамелеоном чтобы как будто попасть аллегорически говоря вот как в укрытие или себе создать какую-то прочную ситуацию это говорит о том что вокруг еще тысячи неопределенностей но наши действия они должны быть выверены мы как будто не имеем права на ошибку но энергия или как нам придется действовать если страж дверей хамелеон нам самим придется быть где-то хамелеонами мои дорогие хотим или нет но договориться можно только с помощью манипуляций вот какой-то мимикрии буквально мои дорогие козероги и вот об этом где-то это как карта совет можно так воспринимать в этом и заключается вот та возможность может быть для себя обрести эту самую свободу но она не должна быть в одном каком-то посыле вот этого с этой свободы это не должен быть но в чистом виде какой-то импульс это должна быть продуманная тактика новая совершенно которая одновременно вас еще и сохраняет и адаптироваться мои дорогие напрямую нам об этом говорит карта я надеюсь что как-то это вам помогло давайте будем смотреть чему сейчас не время тройка чаш это праздник не время празднику не время как будто чтобы наш переполняли эмоции может быть буквально не время с кем-то встречаться праздновать отмечать что-то или когда нас переполняют какие-то восторженные эмоции вот этому мои дорогие козероги точно не время что же помогает тут не просчитаться чем-то анализ когда мы складываем оружие мы ни с кем не спорим помним что вокруг могут быть хамелеоны и себе не навредить задачи номер раз по четверке мечей эта карта еще и медитации и такого знаете неглубокого анализа но беспристрастного беспристрастной аналитики когда мы видим по факту что происходит эта карта когда мы никому ничего не доказываем одновременно это еще и значение отдыха когда нужно привести мысли в порядок это все помогает и безусловно по четверке мечей мы не должны никуда спешить видимо на этой неделе мои дорогие точно проводите какую-то спешку или желание что-то форсировать может быть есть какая-то ситуация которая потребует смирения может быть придется чем-то проститься понимая что ну либо это связано с конкретным человеком который должен уйти из вашей жизни правда ли ибо это могут быть вопросы которые дел касаются документов или то чем вы занимались может быть смены работы у каждого здесь по-своему это посмотрите это старшие арканы и проиграются они у каждого в своей какой-то сфере жизни поэтому не торопитесь что скрыто победа ваша скрыта и вот все те энергии которые я сейчас подробно перечислял они как будто вам совершенно необходимы не то что даже договориться с хамелеонами не упустить какие-то возможности понимаете и обезопасить себя но и не пропустить какую-то свою победу решить какое-то дело задачу у вас это получится но пока на этой неделе видимо совершенно необходимы те энергии о которых я перечислила это та победа которая пока в тени поэтому не помешать самому себе может быть куда-то не поторопиться для вас будет важно и в то же время видеть альтернативные варианты потому что не будет все как прежде все словно как пространство по-новому перестраивается дела работы бизнес сильная позиция по девятке чаш это карта самодостаточности где-то самоуверенности но значит у нас вверху карта луна как в неожиданностях это говорит о том что вы вот то чего вы уже достигли ваша задача это сохранить конечно дела работа бизнес и девятка чаш любое ваше дело будет продвигаться но видимо энергии такие с одной стороны то что вы анализируете или от чего-то сами отказываетесь видите мир рационально с другой стороны понимаете что нужно идти вперед и в каких-то находиться других энергиях и это не просто слова ведь у каждого как та задумка мечта намерение цель которую вы себе поставили осуществить так вот победа это будет но многое еще зависит от того как вы удержите свой статус свой статус финансовый от того как вы сумеете воспользоваться теми возможностями которые к вам приходят на порог или врываются может быть вашу жизнь в виде информации как вы со всем этим про взаимодействуете такое качество жизни где-то вы и получите по этой карте когда у нас и деньги есть когда у нас получаются осуществить самые амбициозные планы начать может быть бизнес нуля или для кого это актуально построить карьеру когда вы хозяин жизни они кто-то другой когда вы мои дорогие козероги на первом плане они где-то там в тени но видимо еще вокруг тысячи неопределенностей и поэтому как важно чего-то не упустить так и не ошибиться сильная позиция финансы и здесь опять нам говорят а вот давай предпочтение лишь тому что надежно что проверено людям таким же и если мы говорим про зарабатывание денег по этой карте кстати вы можете получить деньги или есть какая-то патовая вдруг у кого-то ситуация по деньгам есть тот человек который вам поможет тот который будет способствовать может быть вашим заработком или это как единомышленник который поможет выйти и сложной какой-то денежной ситуации по этой карте если мы говорим про вас рыцари монет он едет медленно это один из самых медленных рыцарей в колоде таро в любой колоде и поэтому внимание к мелочам сильная позиция но и внимание к деньгам как будто потребуется и может быть это не только деньги а это ну где-то как поездки или смена вашей сферы деятельности или какие-то перемены могут быть тоже на работе как приезд человека какого-либо или ваша необходимость может быть отправиться в командировку но это все то чтобы как бы любое действие способствует про вашему продвижению или если мы говорим про людей вот настолько у вас какая-то база как и финансовая так и то что зависит от вашего окружения эта карта объединяет у вас все должно быть надежно с прицелом на долгие годы наверное как по плутону водолея лет на 10-20 вот для вас все важно личная жизнь по семерке монет в этой колоде карт тоже своеобразная пауза принятие важного решения эта карта перезагрузки эта карта сбора урожая и неторопливости а вверху четверка мечей и нам говорят опять же не торопись значит есть что-то может быть это касается личной жизни и то что следует сохранить какие-то может быть для вас и отношения или отношения закончились такое тоже может быть какая-то личная история но у кого-то вопросы связанные с детьми или может быть какое-то взаимодействие иное с вашим партнером вот понимаете здесь себе не навредить как будто нельзя не в малом и не в большом потому что вы сейчас у нас нулевой аркан словно пишите свою историю с чистого листа и вы еще пока не знаете буквально мои дорогие кто вам из людей может встретиться на пути из людей с прошлого кто вам окажется действия или с кем вам захочется общаться или какая может быть ситуация сложится наперед это будет помогать для какого укрепления ваших сегодняшних позиций так и осуществление совершенно новых планов перекладывайте на себя мои дорогие козероги и будьте счастливы будьте любимы всегда